друзья всем привет ну опять новость из разряда сенсационных тут у нас сейчас уже что не день то сенсация если вы помните видео вернее она только сегодня вышло с утра я думаю уже ознакомились его содержанием о том что помимо принца филиппа еще пара значимых персон которые контактируют с английской короной отошли в мир иной и вот сейчас публикует пост телеграм-канал не зыгарь кто не в курсе это про кремлевский телеграм-канал по информации например валерия соловья его ведут якобы песков и пару генералов фсбшных и теперь внимательно читаем новость инсайдерские источники сообщают что по итогам матричного планирования проведенного в одной из закрытых структур совета безопасности рф сделан вывод что осенью 2021 года в случае завершения строительства газопровода северный поток 2 приду с и предусмотренного варианта разрешения конфликта на украине могут возобновиться переговоры по новой структуре безопасности в европе включая обсуждение вопроса вступления россии в нато к тому времени все вы в североатлантическом блоке в пользу такого решения будут склоняться не только венгрия польши с некоторыми оговорками и румыния как государство бенефициары нового территориального устройства незалежной то есть можно сделать вывод что судя по всему украину действительно будут делить по периметру ну примерно как говорил жириновский я думаю вы сможете найти его выступление на эту тему параллельно с россией и сербией вступающий в североатлантический альянс но также турция как страна участница астанинского формата и германия с францией для более выгодного баланса в отношениях сша предполагается что главным противником вступления россии в нато окажется даже не сша а англо-голландский политический блок даже в случае кончины елизаветы второй то есть слухи о том что елизаветы второе уже как минимум несколько месяцев с нами нет они я так понимаю в этот прогноз тоже включены отмечается что спец представителям россии на эти переговоры может быть назначен нынешний руководитель роскосмоса дмитрий рогозин в его актив сейчас добавилось продление до 2030 года российско-американского соглашения о сотрудничестве в сфере мирного космоса а в биографии значится пост постоянного представителя россии при нато в 2008 2011 годах расчетная вероятность успеха на указанном направлении составляет 30-35 процентов а процесс вхождения россии в нато в новой конфигурации должен занять 5-7 лет конечно можно предположить что это всего лишь например пугалки для украины чтобы те были позговорчивее но вот так конкретно чтобы назывались сроки притом 5-7 лет это это можно так сказать не отдаленная перспектива перспектива достаточно ближайшего будущего в любом случае этот пост появился не случайно и вот такого рода выводы я например встречаюсь с такого рода выводами первый раз полагаю мое предположение что все это вот и появление в том числе этого поста связано с теми событиями которые происходят вокруг советского канала и судном его green который там села на мель ожидаю подобного рода сенсации в ближайшие дни еще полагаю будет все интереснее интересней вот такая короткая новость о чем хотел вам рассказать в этом видео подписывайтесь на мой youtube канал злой эколог на все ресурсы которые есть в описании уже завтра вы увидите еще пару интересных материалов я надеюсь от секретного инсайдера будет информация и наметили мы новое интервью с профессором клёсовым кому интересно подписывайтесь все это будет на канале злой эколог на этом пока все спасибо за просмотр всем пока